Блаж Суприм Либо хотите сформировать такую базовую косметичку То я советую разделить вам тональные на три категории Первая это матовый тональный крем Вторая категория это естественный тональный крем Но обязательно от среднего до плотного нанесения покрытия И третья это самый легкий тональный крем Которым вы будете пользоваться именно летом Начну с третьей категории Потому что сейчас за окном лет и это вам точно понадобится Urban Decay Naked Skin One and Done Я даже не скажу, что это тональный крем Это такой, как они его называют перфектор Это то, что делает вашу кожу красивее Не маскирует ее, а просто делает красивее Здесь есть защитный фактор 20 Это своеобразный BB крем Это увлажнение, это высветление И это то, что нужно каждой девушке летом Если вы ищете легкий тональный крем Скажем так, третью категорию Обращайте внимание, чтобы он первое Не закупоривал поры Второе, не ложился на лицо маской И третье, просто немножко высветлял вашу кожу Просто делал ее еще красивее Категория номер 1 Это матовый тональный крем Для меня идеальный L'Oreal Infoable 24 часа матовое покрытие Я использую подобные тональные средства именно на вечер Когда я хочу быть уверена на 100% Что жирный блеск не испортит мой макияж Покрытие здесь должно быть обязательно полное Еще важное в первой категории Этот результат должен быть стойким Вы должны быть уверены, что тональный продержится долго И вторая категория Это самая универсальная категория Ищите тональный крем, который сделает ваше лицо самое главное свежим Я вот пробовала Maybelline Superstay 24 В принципе, мне он очень понравился И мне кажется, это такой универсальный вариант Который может подойти абсолютно любой девушке Плюс это бюджетная такая находка Тональный крем не выцветает И тональный не плывет И в принципе, это самое важное, что вы ищете Во второй категории, как я ее назвала Кстати, если мы с вами говорим про макияж То у меня для вас отличная новость Вообще, в принципе, YouTube это супер источник Для того, чтобы черпать какие-то новые знания о макияже Но у меня появился еще один своеобразный такой источник знаний Сайт makeup.ru Вообще, в принципе, для чего я снимаю видео? Для того, чтобы моя глобальная цель Чтобы они становились для вас полезными и интересными Так вот, лично я частенько перед видео сижу на этом сайте И вдохновляюсь новыми какими-то приемами макияжа Новостями Вообще, просто фотографиями красивых макияжей и звезд По сути, makeup.ru Это своеобразное онлайн-издание Для тех девушек, которые всегда в поиске чего-то интересного и свежего Здесь собрано абсолютно все интересное Из мира красоты и косметики Например, такие статьи о том Какой макияж сейчас в тренде Или какая губная помада будет модной этой осенью Самое для меня важное, что здесь все очень гармонично и очень красиво сделано И важно, что не навязывают никакое определенное мнение Что модно, а что не модно Просто рассказывают о новостях из мира красоты И можно пошагово повторить Любой макияж, мне кажется, получится абсолютно у каждой девушки Потому что все, что рекомендуют авторы статьи Испробовано на себе, скажем так То есть в реальной жизни все это работает Вообще, для нас, для девушек, макияж это своеобразный творческий процесс Это выражение себя Поэтому я призываю вас экспериментировать Пробовать что-то новое Обязательно заходите на этот сайт Делитесь со мной своими впечатлениями Ссылку я оставлю ниже под этим видео Это очень важный и нужный помощник для каждой из нас Я немножко отступила от темы Давайте возвращаться к нашему базовому макияжу И поговорим сейчас про румяна Кремовые и сухие румяна Для меня не устану повторять всегда и везде Что для меня лучшие кремовые румяна Это Maybelline Dream Touch И мой самый любимый оттенок это 02 Такой нежный персиковый Это своеобразные румяна, которые немного взбитые И которые очень красиво ложатся на кожу В кремовых румянах самое важное для вас Это то, чтобы они хорошо растушевывались Потому что бывает такое Вы нанесли кремовые румяна на щечки И они уже никак не растушевываются И ложатся какими-то непонятными пятнами Поэтому запоминаем навсегда В кремовых румянах мы ищем красивый цвет И структуру, которую очень легко растушевать В сухих румянах, конечно, огромное количество выбора И цветов, и структур, и фирм Мне очень в последнее время нравится вот такая малышка от L'Oreal Это тоже бюджетная вещь Вы можете себе ее позволить Когда начинаете макияж, мы хотим экспериментировать И не хочется тратить огромные деньги на макияж Ищите те румяна, которые будут здорово смотреться Даже без макияжа глаз Вы нанесли немножко их на щечки И вы уже выглядите здорово и цветущим В сухих румянах также нужно обращать внимание на то, чтобы они хорошо растушевались И были не вот тебе очень сильно пигментированы Потому что сильный пигмент может сделать из вас морфушеньку-душеньку А теперь поговорим про тени И тут я готова разгуляться, потому что это моя самая любимая тема На самом деле даже новичку сейчас легко подобрать тени Потому что самый лучший универсальный вариант Это купить палетки Которых сейчас великое множество Моя самая любимая палетка Это Naked Basics И это ходовые цвета Это лучшие цвета Это то, что может сделать из вашего макияжа что-то яркое Что-то нейтральное Что-то нюдовое И очень нежное Пигмент яркий Цвета отдаются хорошо То, что вы видите в коробочке Вы получаете у себя на глазах Не знаю, что еще сказать Потому что данные цвета и данная фирма Говорит сама за себя И еще могу вам из палеток посоветовать Вот такую вот красоту от Maybelline Которая называется The Nudes И что особенно здесь мне нравится Что здесь есть шиммерные цвета Какой-нибудь золотой Бронзовый Ну, в общем, можно создать Такое количество Красивых макияжей Что голова может закачаться И это всего лишь нюдовая палетка Но если хочется чего-то нейтрального Но чуть-чуть добавить Какого-то акцента Какого-то цвета Можно выбрать вот такую вот палетку От L'Oreal Которая называется The Palette Nude Rose Это именно розовая серия Мне кажется, можно не говорить о том Какие красивые здесь оттенки Просто посмотрите на эту красоту Если что-то нюдовое Можно создать бежевый макияж Можно создать темный макияж Фиолетовый, розовый Все, что хотите И опять же Просто палетка нюд Итак, на что надо обращать внимание Когда вы выбираете нюдовую палетку Это первое Те цвета, которые вы точно будете носить Второе Можно ли создать яркий и приглушенный нейтральный макияж И третье Пигментация теней Во всех этих трех палетках, о которых я вам рассказала Пигментация просто на 100% Следующее Корректор И без него на самом деле некуда Запомните это правило Даже если у вас нет тонального крема Если у вас есть корректор Вы спасены Лучший корректор, который я только видела Всех времен и народов Это Naked Skin от Urban Decay Мой оттенок это Light Warm И я считаю, что это лучшее, что случалось с моими синяками под глазами В инстаграме я вам уже об этом все уши прожужжала Первое очень хорошо скрывает и синяки И вот этот треугольник очень здорово высветляет Второе не забивается в морщинки И третье очень долго держится Это все самое важное, что вам нужно знать про корректор Бюджетный вариант L'Oreal Alliance Perfect Мой оттенок Крим номер 3 Еще отличный вариант Ванила номер 2 Он немножко посветлее Но я его приобрету именно на зиму Что касается L'Oreal Perfect Match Мне он нравится тем, что он достаточно легкий Его можно наносить даже на летний макияж Если вы только начинаете свой косметический путь Вам, наверное, кажется, что корректор это что-то тяжелое Что-то ненужное вам Но поверьте мне, это то, что вам необходимо приобрести Вы посмотрите, насколько красивее ваше лицо вместе с корректором Но, опять же, некоторые прыщички, какие-то несовершенства никто не отменял Никакой тональной их не скроет Вам понадобится корректор Тушь И на этом я останавливаться долго не буду Потому что здесь все просто Здесь гиганты ресниц уже определены Можно выбирать и пробовать все, что угодно Но лучше вот этого желтенького тюбика Еще никто ничего не произвел Это объемная тушь от Maybelline У меня Go Extreme Edition Есть различные варианты этой туши Но вот этот желтый тюбик, который поселится у вас в косметичке глубоко и надолго Если вы хотите, чтобы что-то лакшери поселилось у вас в базовой косметичке То советую вам приобрести вот эту тушь от Eves Saint Laurent Это тушь с эффектом накладных ресниц Это самая мягкая, красивая, объемная тушь, которую вы только встречали Плюс она очень лакшери, что тут говорить У меня первый оттенок, черный оттенок Но он не вот тебе угольно-черный Он такой немножечко сероватый Что делает ваши ресницы естественными Поэтому если вы ищете лучшую тушь Первое главное, чтобы она давала хороший объем без утяжеления ресниц И чтобы взгляд был распахнутый Вот эти две красавицы вам точно приглянутся И они точно отвечают всем требованиям Переходим к бровям Мы практически уже завершаем наш базовый макияж Но без бровей никуда мы не уйдем Потому что сейчас это самый модный тренд Сейчас делают основательный макияж бровей Прошло время уже тоненьких ниточек Сейчас наступило время хороших, широких, естественных бровей Если вы новичок, вам надо выбирать мультипродукты Присмотритесь вот такому карандашу от Maybelline Который называется Brow Satin С одной стороны здесь карандаш И он восковой То есть он не сделает ваши брови очень яркими и тяжелыми А с другой стороны вот такой мягкий наконечник Который заполнит ваши брови И несовершенства превратятся в достоинства И ну и второй продукт, на который стоит обратить внимание Это помада для бровей Ну и в помаде для бровей главное Я уже точно это знаю Потому что на себе проверила Важно не подбирать тон в тон к вашим бровям Эту помаду Соответственно она должна быть чуть светлее Вот я брюнетка и я выбираю помаду для блондинок Как это странно бы не казалось И помада для бровей, которая не оставляет меня никогда равнодушной Это Eye & Brow Maestro в оттенке Sand Blonde Почему именно эта помада мне так нравится? Потому что Armani совместили здесь матовый пигмент и блестящий пигмент И то есть это повторяет собственно структуру волоса обычного нормального человека Потому что волосы у нормальных людей обычно блестят И соответственно брови тоже немножко блестят И когда вы подкрашиваете подобной помадой бровки То ощущение, что это ваши собственные волосы Плюс еще мне нравится, что этой помадой практически невозможно переборщить То есть даже новичок сможет нарисовать красивые брови при помощи Armani Поэтому закрепляем материал Что мы ищем в помаде для бровей главное? Первое, это оттенок немножко светлее вашего оттенка Второе, чтобы помада как можно максимально и естественно имитировала ваши собственные брови И третье, чтобы помада не была профессиональной Чтобы вы в собственных домашних условиях смогли с ней справиться Ну и губы Первое и самое важное, то что вы сейчас, я уверена, подумали Это матовые губы Да, до сих пор этот тренд очень модный Но матовость не всегда удобна Частенько матовые помады очень сильно сушат губы И здесь я нашла для себя уникальный, лучший, самый прекрасный вариант Это NYX Soft Matte Lip Cream У меня, конечно, уже набралось много оттенков Но и в качестве базового я вам советую любой из них Это Истамбул, это Абу-Даби и это Стокгольм Первое, что мы ищем в матовой помаде, это то, чтобы она была комфортная Второе, чтобы она ложилась очень ровно И третье, чтобы она держалась достаточно долго Все это вы найдете в NYX Что самое интересное, если вы наносите NYX в один слой То такое ощущение, что это ваш естественный оттенок губ Вы точно не пожалеете, если в базовой косметичке у вас заведется вот такая малышка от NYX Ну и, конечно, любой девушке нужна увлажняющая помада И Color Rich от L'Oreal это идеальный вариант Потому что, первое, у них огромное количество оттенков Второе, это качество, которое проверено временем И третье, это такой небольшой эффект блеска, который дает помада Ну и помада на губах чувствуется очень комфортно Вот такое огромное количество плюсов у Color Rich от L'Oreal Мой любимый оттенок это 230-й, который называется Coral Showroom Если я выбираю увлажняющие помады, то я выбираю таких ярких оттенков Чтобы они были похожи немножко на блеск И я вам советую что-то такое светлое, яркое Ну и плюс лето, вот подобная 230-я помада будет смотреться очень здорово Ну вот и все, вот такая вот базовая косметичка у нас с вами получилась Мне кажется, более чем достаточно для того, чтобы начать свой долгий путь в мире красоты и косметики Формируйте свою косметичку так, как ваша душа этого просит Я надеюсь, что мои советы сегодня были вам полезны Вот здесь вы сможете подписаться на мой канал А вот здесь ниже посмотрите еще одно очень интересное видео Спасибо редакторам Makeup.ru за вдохновение Ну а вам спасибо большое за внимание Увидимся в следующих видео Пока-пока!